всем привет с вами канал все о планшетах и тема сегодняшнего видео урока лучший календарь на android и как настроить календарь на android ну сразу скажу что календарь вернее лучший календарь на android это ну как говорится на вкус и цвет товарищи нет здесь вы будете выбирать сами потому что на самом деле выбор календарей достаточно большой если вести речь о play market и о сторонних приложениях в принципе есть каждом android устройстве свой встроенный календарь он может отличаться от того календаря который я показываю потому что это зависит от версии android это зависит от как бы оболочки которую устанавливают поверх android а производителя разных устройств это может быть lg samsung htc и календари могут отличаться из-за этого вот но в целом как бы календарей как бы похоже это стандартные и если вас стандартные не устраивает то можно как я уже сказал обратиться в play market и play market и скачать какой-то календарь их там тоже очень много большой выбор есть бесплатные есть бесплатные есть какие-то в бизнес календарь есть еще что-то да ну вот я установил приложение под названием а календарь при приложении это работает следующим образом ну то есть это обычный календарь мы его запускаем будет выглядеть она таким образом здесь у нас есть возможность синхронизации наших данных с аккаунтом например google или с данными телефона то есть если мы в телефоне какие-то данные сохраняли то эти данные могут быть перенесены в календарь автоматически и так сам по себе по внешнему виду этот календарь работает ну как прочим и большинство приложений такого типа то есть здесь есть день как бы вид дня и есть месяц и есть неделя соответственно в каждом из этих режимов мы можем настраивать там те или иные события ну например у нас вот есть режим день в этом режиме у нас вот есть например такой день мы жмем здесь плюсик добавить и добавляем какое-то событие то есть пишем сюда название дальше указываем время ну собственно день отмечен или мы можем например указать какой-то другой день вариант может может быть другой какой-то ну предположим что у нас день этот остался мы укажем время какое-то выбираем то есть тут вариантов очень много вплоть до того что и минуты можно выставить вот дальше время окончания этого события вот здесь она отмечена можем выбрать пассы и часовой пояс то есть ввести название страны и соответственно синхронизировать события с поясом указать будет ли это длиться весь день например если это события длиться весь день то мы можем просто место тоже указывать и ну описание что там будет происходить уведомление можем отметить когда будет уведомление добавить напоминание можем не отбавить его вопрос повтора ну вот пожалуйста пусть мы создали жмем галочку и у нас есть события 10 до 11 также в какой-то день можно назначить например ну какое-то событие скажем ежегодно и повторяющийся такой как там день рождения или какая-то там горячина свадьбы или горячина смерть или еще что то вот это можно добавить из существующего контакта новый контакт придумать без контакта то есть просто выбираем жмем окей и здесь да прошу прощения я не показал выбираем статус сверху то есть это день рождения это может быть годовщина то есть мы выбираем что там какой-то например там именины без контакта жмем к примеру выбираем окей здесь выбираем дату которая нас интересует месяц там какой можем год выбрать соответственно да то есть пожалуйста какой-нибудь там 2008 например готова добавляем напоминание то есть здесь мы можем выбрать два режима либо за день до этого события или в этот же день выбираем за день до например 4 часа или кстати время здесь тоже можно настроить можно в 4 часа можно в 12 часов но готова например жмем окей и птичку все у нас добавлено события и случае там если этот день наступает или когда наступают уведомления мы получим сообщение если допустим мы что-то хотим отредактировать вот нажимаем на это событие редактируем или же например его просто можно здесь удалить нажимаем удалить и удаляем или вот это событие точно так же редактировать можем удалить то есть тут как бы есть несколько вариантов но в принципе вот это основная особенность или основные возможности скажем этого приложения здесь как бы с одной стороны все минимально нет каких-то лишних сложностей по большому счету если вы обратили внимание то приблизительно также работает и стандартный календарь то есть вот если я сейчас переключусь на стандартный календарь то вы увидите что в принципе все то же самое то есть мы выбираем какой-то день вот здесь у нас внизу есть повестка дня неделя день допустим выбираем здесь выбираем день какое-то новое мероприятие добавляем и пожалуйста название мероприятие здесь можно даже вот местоположение на карте отметить то есть какой то есть какой-нибудь там ну пальцем москва еще там что-то готово к примеру да и пожалуйста у нас есть даже будет отмечено на карте то есть начало конец но в принципе я вот здесь не буду заострять внимание потому что по большому счету как вы видите здесь все то же самое что мы видели в том календаре соответственно сохранить мероприятие созданное в общем календаре он увидит отмечено отмечено что есть календарь есть какое-то событие ну и поработал просмотр есть то есть мы можем менять там месяц день то есть тут все интуитивно все понятно разобраться несложно вот поэтому как бы вопрос о том как какой календарь лучше это уже будет решать пользователь как чему привыкает к чему больше скажем душа лежит вот мы здесь рассмотрели с вами два варианта настройка календаря стандартного от android и настройка календаря от производителя сторонних приложений принципе на этом все с вами был канал все о планшетах всем пока и помните что любую проблему можно решить главное знать как